часть своей жизни и тогда это с ними будет работать а так вы получается делайте что вы получается заносите на своем горбу людей в рай понимаете а так быть не должно вы себе вредите и мне вредите и всем эзотерикам которые связаны со мной эзотерикой понимаете да вы должны понимать эзотерика это не наука и не культура всеобщая это не масс-медиа которая заставит людей быть в этой культуре это наука небольшого количества людей она тонкая она хитрая глубоко философская сакральная понимаете если ее сделать и начинать ее давать с телевизора и давать бесплатно то ни один из этих методов в дальнейшем работать просто не сможет я их не выкладывал ребята я их вы теперь ребята я их не выкладывал тогда тот человек который их выложил он должен будет нести ответственность за то что люди будут этим пользоваться согласны с этим ребята вот если это на моей страничке информация то тогда этим пользоваться можно если там написано андрей дуйку случае если эта информация и эта информация идет там через youtube и эта информация эзотерическая то знайте у меня не было никогда никакого согласия выкладывать эзотерическую информацию в виде нарезок видео в интернете если вы посоветуете мне как можно это убрать я готов вам заплатить деньги для того чтобы вы это убрали почему мне безумно жалко тех людей которые это выложили так как обратка будет ударять по попе а по лечению а почему нет лекция пожалуйста лекции лечения ну вот как я могу давать сакральную технику допустим привлечения фортуны если человека я не изменю сначала в середине его но там сейчас выложено сакральные методы открытия отдающих там или притягивающих центров которые человек не должен знать там намажь вьетнамской звездочкой а если у человека а если у человека внутренний негатив он поругался с женой и у него там все хорошо в жизни просто вот он в состоянии негатива если он так намажется то на машине разобьется или после этого его дети там где-то ноги поломают и после этого даже аналогию никто не проведет кто будет отвечать не я не я это не я буду отвечать потому что несмотря на то что он это нашел я не отвечаю потому что не я это давал потому что я это давал в концепции всего семинара а в начале семинара я делал предостережение говорю что в этом методе существует предостережение не так безопасно этим заниматься и там вот это почему-то убрали оставили только вот просто напишите этим людям зачем вы это сделали по партнерке у меня работает но я был против всегда того чтобы эту партнерку делали на основе моих семинаров в которой из которых вырезают практики отдельные дают без философии я хочу еще раз повторить философия без эзотерики это как стоматолог без пломбы таким образом если вы даете просто дырку в зубе то тогда нужно ставить в виде философии пломбу потому что вы делаете дырку и будет не лучше а хуже вы же наверно заметили что у нас плавно происходит изменение сознания во время проведения этого этой первой ступени то есть у вас появляется новые идеи мозг начинает по-другому думать какие-то появляются общие идеи мы же до техник пока еще особо и не дошли понимаете таким образом когда вы сейчас начинаете это делать вы понимаете и зачем и почему и почему это работает из-за чего а так вот можно из этого всего что я вам сказал вырезать только там дари детям еще что-то еще что-то но без предварительной подготовки психической деятельности человеку можно очень сильно навредить и изменить состояние кокона изменить состояние работы органов чакр изменить состояние отношения окружающего мира к этому человеку навлечь беду или даже какие-то неприятности или даже сделать так что человек дальнейшем начнет болеть там чем-то непонятным после этого когда это происходит человек еще и мудряется мне писать и говорить андрей андреевич у меня я делала и по ютубу делала это делала это я пишу ученик школы а это еще что но я вам говорил чтобы вы это делали смотрите с этого с этого видео обращения которое было в ю тубе там было видно что это вот обрывок чего-то видно что это брю тогда если это обрывок зачем этим пользоваться объяснение где вот смотрите вы покупаете телевизор пульт к нему покупаете тогда где пульт то есть вы купили телевизор пульт как этим управлять нет тогда зачем этим пользоваться объясните здесь и вы здравомыслящие люди с высшим образованием начинайте верить лысому дядьки который там рассказал звездочкой на масса это может быть так опасно капец после этого 50 авто аварий из-за того что какой-то козел извиняюсь за слова умудрился все-таки выложить такую информацию в интернете после этого этому человеку даже звоню говорю как ты не понимаешь жене матку вырезали дети твои болеют младшая дочка болеет у тебя бизнес обвальс что ты делаешь вообще ты что дурачок если ты уже хочешь что ты должен делать это с моего согласия зачем ты это делаешь после этого он пишет дуй кот и жлу и что же я такого сделал несчастного чтобы быть злобом я ему говорю да я ни при чем это все касается только тебя потому что я просто хочу тебя уберечь он говорит не надо мне запугивать я не верю ни во что потому что для меня важно продать понятно то продавай я бы мог этого ничего не делать потому что единственное для меня возможное да это просто не обращать внимание но представляете меня мучает совесть потому что я же это создал понимаете и когда я это создал то кто-то делая вот так может очень сильно обжечься мне жалко даже не его не жалко его семью мне жалко его процесс жизни а нож того не стоит и меня это просто мучает то есть то что он выложил в ю тубе из-за этого разобьется 10 тысяч человек которые посмотрят а там 40 тысяч человек посмотрела и после этого 10 тысяч человек разобьется на машине у них заберут имущество и будут там кита проверки и после этого кто за это ответит тот кто выложил это в ю тубе я обычно им так в ю тубе и пишу я андрей дуйко и вот мой skype хотите там на лицо посмотреть пожалуйста я противник того что вы это выкладывать ну естественно сейчас те люди которые пришли со складчины и которые сейчас ждут чтобы этот семинар продавать для тех людей кто в складчине организаторы они считают что это полная ерунда и после этого на форуме напишут бла-бла дуйко снова хорохориться там не все равно вообще мне все равно я вам говорю серьезно я до нового года еще буду это говорить а после нового года даже это не буду почему а достаточно было уже предупреждение я руками махал и так и так и танцевал и пел и кричал знаете нысе социум не хочет он не понимает я предупреждал не хочешь делай у меня на сайте написано вот такими буквами внизу не делайте практики которые есть на сайте они принадлежат ученикам школы кайлас иначе это может очень сильно навредить твоему жизненному циклу кто читал видите разве нет такого предупреждения конечно если внизу если внизу есть подпись такая то тогда это говорит о том что данная страничка создана специально для учеников школу если это нет нет это все сделано для всех людей если кому-то нужно он может стать учеником если он хочет использовать это то он должен знать ребята есть правило за любую эзотерику нужно платить не бывает по-другому почему отдаешь часть жизни тебе дают часть жизни по-другому не бывает энергия до бесплатная энергия это значит если бы я проводил это бесплатно то у вас неприятности вы их решили куда вы их деле отдали мне они мне нужны нет понимаете то есть таким образом баш на баш знаете есть такая черная магия наверно не знаете а я не скажу называется обмен да когда человеку даешь там что-то и после этого в обмен забираешь что-то вы не умеете и слава богу и не занимайтесь этим будет плохо но дело в том что такая магия она и есть магия всего бесплатного поняли я считаю что магия бесплатного это черная магия и и пользоваться не стоит особенно в эзотерике казалось бы ой как приятно там рассказал и все будут счастливы и сейчас эзотерика это наука богатых людей чтобы вы понимали шри лакшми миттл эзотерик из семьи очень знаменитых шаманов индийских понимаете на каждого человека которого смотришь который а дам наш бене астропович да и там наш коломойский вы что все знают что этот человек занимается и чем он занимается ну знаете владимир владимирович носит на правой руке часы почему после любые талисманы носятся или любые элементы влияния носятся только на правом запястье я почему не ношу на правой руке от что мне делать я что политический деятель или кто мне то чё я влиять ни на кого не хочу я тот человек кто рассказать как это можно сделать почему моей жизни все хорошо удовлетворен два раза в год и так для того чтобы выйти замуж нужно обязательно отдать куколку и так а что же такое просады вы наверное видели кришнаитов которые на улице бесплатно раздают еду то что раздают еду называется просад поняли еда посвященная чему-либо просад помните просад лучше всего делать только в два дня в неделю это четверг и суббота правильно выполнять просад только в четверг и в субботу правильно но можно и в остальные дни просад это раздача пищи посвященная определенному действию которые вы должны привлечь допустим берете ведро черешни выходите на улицу и говорите сами себе сколько черешни съедят столько товара в моем магазине купят и после этого ставите возле детской площадки кто и говорите детям кто хочет пусть есть все помытое и детей накормите и товар на продаете и мир будет не голодным только чистую черешню и там такая особенность если вы раздадите просад из-за кто-то отравиться то тогда сто процентов будет сумасшедшая неприятность вашем бизнесе поняли да да пожалуйста и это не обязательно детям это кому угодно можно делать то есть вот у нас группа сидит да по идее можно сюда занести и сделать место раздачи еды раздача просада понятно можно ли это можно ли просадом улучшать свое здоровье можно сколько конфеток съедят люди столько здоровья будет у меня в моем теле нет просад должен быть чистой энергией чисто это значит та которая не вызовет запор не поднимет сахар не приведет человека к распаду я считаю что просад лучше всего привязывать бизнесу поняли и просад лучше всего раздавать в субботу или в четверг а это дни такие когда очень хорошо раздается да можно можно просто есть же такие детки которых наверно может подняться ацетон согласны у меня было так если ваш просад не принимают значит вы делаете плохое дело сами съешьте до убирайте у меня такая история была нужно было увеличить продажи и мелкие продажи там ювелирный бизнес был и нужно было делать так чтобы бизнес вырос я взял на мыл 22 купил два ведра черешни красное ведро черешни и желтое ведро черешни и там где жил вынес и на площадке поставил куча детей бегает с мамочками сидят я говорю у меня очень много черешни выросла и мне жалко что она портится если кто-то хочет пусть ест и вот так вот поставил сам поднялся жил тогда на втором этаже и со второго этажа смотрю на детскую площадку смотрю один ребенок подбежал смотрит никто не видит да схватил съел убежал у него знаете как гарабцы налетели супа выдирали до после этого смотрю они как куры знаете так жах одно ведро жах другое ведро и после этого смотрю выхожу на улицу идут и взрослые и дети у всех же где они уже взяли это уже маму угостил папу угостил знаете идут уже с этими жменями конфет этих черешин просто конфеты не очень хотят почему народ такой у нас не доверяет правильно делает знаете но в этом случае в индии существует просад который совершают в субботу и воскресенье среди евреев просад который выполняют когда приглашают в дом гостей и это можно тоже посвящать но это можно делать тоже вот допустим так вы просто гостей пригласили в субботу и воскресенье а вы можете их пригласить целью просада да только вы не должны говорить если о вашем просаде узнает кто-либо тогда он не работает нет свадьбу нет то есть нельзя говорить чему посвящен просад но можно его делать то есть можно сказать это просад но можно не говорить чему он посвящен поняли да то есть вы можете пригласить людей которые поедят и выпьет даже в честь вашего здоровья поняли да это называется просад улучшится ли здоровье представляете да евреи раввин вот раввин наши синагоги которые вот здесь вот находится на на шоторуставели 24 он живет недалеко от синагоги я знаю это место он каждое воскресенье с 4 до 5 часов приглашает самых бедных людей которые находятся в синагоге к себе домой и каждое воскресенье этих людей угощает у них очень красивая квартира и там такой длинный длинный вдоль окон длинный зал такой вот так выкладывают столы накрывает скатертями кладут мацу вот так вот разных частях ставят очень большое количество еды очень много мяса французских сыров очень дорогие колбасы кладут обязательно дичи к этому готовятся прямо целую неделю в остальные дни попробовать что-то съесть у него нет никакой возможности но когда начинается воскресенье то обязательно к нему приходят и попасть к нему является ну честью до честью также проводят такие же раздачи ну и посвящают их чему-то это используют все религиозные направления и православные поминки ну вас давайте за здравие причем тут поминка но мы так про ребята конечно просто делайте это так чтобы это было не просто раздача раздача в виде просада то есть посвятите эту раздачу да посвятить давайте тихонько посвятите эту раздачу я и так хриплю потому что кричу почему давайте посвятим эту раздачу просада как раз какому-нибудь событию можно просад раздать честь благословление женить бы дочери можно накормить людей для того чтобы бизнес процветал понимаете можно каждый день как я в свое время делал я приносил каждый день в офис там печенье покупала еще что-то и когда кто-то приходил я администратору говорил обязательно давай людям обязательно давай людям и людям очень нравилось там печенька поесть чая попить и так далее на самом деле люди ели обыкновенную пищу а для меня это было просадом почему потому что можно этому посвятить что-то знаете как было печенье ели тут же что-то покупали или там когда это были большие глобальные договора то было так если не дай бог ко мне пришел человек он должен со мной подписать договор то если его кормили печеньем и давали ему чай это было посвящено как бы просад на улучшение качества моего бизнеса ну там для подписания моих договоров и так далее то каждый кто приходил и ел печенье обязательно подписывал со мной договор те кто не ел печенье не подписывали договор и они там брезговали говорили нет не нужно мы не будем я уже знал что бесполезно с ними разговаривать почему договора я не вот вам и магия представляете еще подумаешь есть или не есть да теперь вы вроде уже прошли несколько частей моих семинаров и сейчас вы сказали мне следующее вот смотрите когда ты даешь что-то вот скажите если ты бросаешь в огонь дрова то огонь растет ярче горит тогда зачем вы кормите войну я не могу понять чтобы она длилась вы не понимаете что вас за это накажут вашей жизни о чем вы говорите вообще вы что не слышите я вам говорю а вы в своей программе говорит сегодня знакомые просят так я ни при чем знаете один человек может услышать другой не вспомните говорил кормите бедных бедность не переведется кормите войну она никогда не закончится гипотетически сегодня всем неинтересно война все отвернулись и говорят так пофигу вообще что там не интересно не включают телевизор не смотрят газеты не обращают внимание никто не обращает на это внимание никто не парится вы представляете она в этот же день закончится единственное как она может закончиться это то что ее перестанут кормить понятно а вы специально смотрите маразм после этого специально хотите это кормить и вы вас за то что вы этому способствуете накажет бог потому что вы накормите того кто нечаянно выстрелит он нечаянно выстрелит убьет ни в чем невинного человека и это будет на вашей совести и эта цепочка она будет кармической и после этого в следующей жизни вас обязательно убьют и это будет обязательно нечаянная пуля или ваши дети или ваши знакомые и так далее что с вами вам это нужно вы что забудьте об этом накормив бедного вы в дальнейшем